В Украине растет количество больных COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердили у 483 человек. Новые случаи заражения есть во всех регионах. В Харькове вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников областного лабораторного центра. Положительный результат теста у 10 сотрудников. При этом они не контактировали с биоматериалами. Всего, по информации Министерства здравоохранения Украины, среди медицинских работников случаев COVID-19 почти 5 тысяч. Засоби индивидуального захиста близко 2,4 миллиарда. Куда идут эти засоби индивидуального захиста, которые мы планируем закупить? Это, безусловно, маски, респираторы, окуляры, защитные костюмы, защитные комбинезоны. Они все будут идти на лекарню первой хвили, хвили, которая выяснена для борьбы с COVID-19. На неподконтрольной Киеву территории Луганской области зарегистрирован новый летальный случай от COVID-19. Всего самопровозглашенные власти сообщают о почти тысяче заболевших в Ордло. Официально известно о почти трех десятках умерших. А в подконтрольном Украине на Вовпскове ищут источник двух новых случаев. Госпитализированы супруги с лабораторно подтвержденными диагнозами. Последние двое суток в Луганской области COVID-19 не выявляли. Открывать пункт въезда-выезда останется Луганская в нынешней эпидситуации рано. Так считает глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. По его словам, на неподконтрольной территории растет заболеваемость COVID-19. Пропуск людей через КПВВ планировали начать 10 июня. Сейчас пересечь линию соприкосновения могут до 40 человек в день при предварительном внесении в список. В то же время во Всемирной организации здравоохранения считают, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. Хотя риск новых случаев в Европе все равно остается очень высоким, отметил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом добавил, что вакцины по-прежнему нет. Вторая волна не является неизбежной. Однако, все большее число стран снимает ограничения. Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить. И она может стать очень разрушительной. Президент Украины возобновляет поездки по регионам после карантина. И сегодня Владимир Зеленский прибыл с двухдневным визитом в Хмельницкую область. Глава государства планирует провести совещание по туризму, а также ознакомиться с ходом реализации в регионе проекта «Большое строительство». А в Винницкой области в рамках национальной программы «Большое строительство» капитально ремонтируют стадион детской спортивной школы «Авангард». Занимаются там почти 300 детей и для их тренировок создают комфортные условия. Сейчас на месте работает наш корреспондент Арина Контонистова. Арина, здравствуй. Расскажи, на каком этапе сейчас проект и что изменится. Арина, капитальный ремонт детской спортивной школы «Авангард» уже стартовал. Вот этому стадиону около 60 лет. Новый проект, он масштабный. Здесь планируют отремонтировать беговые дороги, площадки для волейбола и гимнастики, а также трибуны для зрителей. Прошу прямую речь специалистам. У школы четыре виды спорта. Это отделение баскетболу юнаки, отделение хоккей на траве юнаки, отделение футболу юнаки и отделение волейболу девчата. С покращением нашей инфраструктуры спортивной, я думаю, что результаты тоже будут покращиваться. Это масштабное строительство, и оно является надважным для Калиньевки и Калиньевского района. Это дать змогу якісно готовить наших спортсменов и показать результаты. Арина, ты в эфире, слышишь нас? На реализацию этого проекта из бюджета выделили около 8 миллионов гривен. Работы планируют завершить к концу лета. Студия. Услышали тебя. Спасибо за информацию. Наш коллега из Винницы была Арина Кантанистова о ремонте спортивной школы в рамках большого строительства. Президент Украины Владимир Зеленский создал совет по вопросам развития высшего образования. Его задача – совершенствование качества высшего образования. По словам главы государства, половина молодых украинцев, едва получив диплом о высшем образовании, уезжает работать за границу. В то время как Украина сейчас остро нуждается в профессионалах. Накануне президент встретился с ректорами ведущих вузов, чтобы найти решение этой проблемы. Мы видим статистику социологичную, что 50% этих студентов потом не хочет остаться даже в Украине. А из тех, кто остается, где-то половина, ну 40% половина не работает за своей специальностью. Почему вы вытрачали свой опыт, почему государство вытрачала свои деньги, если мы потом не можем залучить этих действительно талантливых, я уверен, что много из ваших студентов, много талантливых молодых. И если мы их не можем залучить, почему нам все это? Самопровозглашенные власти Крыма выделяют 25 миллионов рублей на оборудование, которое, по их мнению, улучшит ситуацию с обеспечением водой полуострова. Планируют купить оборудование для телескопической инспекции водных источников и выявления утечек. Хотя проблемы с недостатком воды это не решит. Сейчас наполненность водоемов на полуострове почти в 2,5 раза меньше прошлогодних показателей. До аннексии Крыма 85% потребностей покрывала Днепровская вода через Северокрымский канал. Распознать фейк можно по подаче информации. Чаще всего это воздействие на эмоцию. Что такое фейк, как его распознать и где брать достоверную информацию? В программе «Пять вопросов на злобу дня» рассказала член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Татьяна Лебедева. Есть ли одно из самых главных требований к информации? Это ее объективность. То фейк – это как раз обратное явление. То есть, когда совершенно не важно, что происходит на самом деле, но для достижения какой-то цели автор этого фейка не жалеет никаких средств. Мобильное отделение, а счет банков вдоль линии соприкосновения. Каждый день жителям прилегающих населенных пунктов развозят пенсии и оказывают банковские услуги. Доезжают и до КПВВ. Правда, там отделения работают полдня – с 9 до 15. В ближайшие дни пункт на колесах будет к Зайцевым, Сметличным, Нижним и Золотом. График передвижения обновляется каждую неделю. Посмотреть его можно на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Обувь 75-го размера шьет румынский сапожник. Необычную модель он придумал, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Как выглядят полуметровые ботинки и рискуют ли люди их носить? Смотрите далее. Григорий Луп шьет обувь уже почти 40 лет. Начал заниматься этим ремеслом, когда был 16-летним подростком. До эпидемии выполнял заказы драматических и оперных театров. Но на время коронавируса выступления прекратились. И бизнес Лупа замер. Однако сапожник придумал, как применить свои умения. Когда я увидел, что люди толпятся и не соблюдают социальную дистанцию, я сказал себе, а не сделать ли мне такую обувь, которая стала бы для них наказанием, ну или заставляла соблюдать дистанцию. Теперь он делает обувь 75-го размера. Луп говорит, что если два человека в таких ботинках столкнутся друг с другом, расстояние между ними будет почти полтора метра. Среди моделей находчивого сапожника есть и классические ботинки, и спортивные кроссовки. На создание пары уходит два дня. И почти квадратный метр кожи. Готовая пара стоит 115 долларов. Он уже получил пять заказов. Как-то мне позвонила дама из Англии. Я спросил, зачем ей моя обувь? Для представления. Она ответила, нет, для мужа. Он собирается в ней ходить по улице. Сапожник без сапог – это не про Григоре. Мужчина и сам охотно носит свои изделия. Инна Косинская, Наталья Гаевская, телеканал «Дом». В этом выпуске ставим точку. Смотрите итоги дня в 20.30 со Светланой Леонтьевой. И, конечно же, подписывайтесь на наши страницы в YouTube и Facebook. До встречи!